Я же рядом, я всегда об этом говорю, что у нас люди рядом. И именно в такие моменты мы будем всегда вас поддерживать. Спасибо, Мамдара Ахматовна, за все направления, за все напутствия. Коллеги, очень рада, что мы все собрались сегодня. Постараюсь проработать презентацию Юльчива Шхатамовой Шафуат, но мы обязательно вернемся, конечно же, чтобы она тоже провела в следующий раз. Договорились? Что-то произошло или как опять? Ну, отлично. Если меня слышно, то... Спасибо, Мамдара Ахматовна. Если меня слышно, то я честно не знаю, что приготовила для вас Хатамова Шафуат, но девочка пришла ровно год назад. Кстати, у нее был день рождения, и она на свой день рождения, как она начинала, на свой день рождения, у нее было какое-то количество, определенная сумма, и она как раз-таки хотела вложить эти деньги куда-то, но не знала, куда. Ничего, да, что я чуть-чуть расскажу об этой особе, которая сидит сейчас в Ашинском районе. Она держатель пункта выдачи в Ашинском районе. Итак, как Шафоша пришла в мою команду? Был ровно год назад. У меня есть сейчас открытый директор Абдуллаева Садбар, дает мне номер телефона девушки. Просто так мы тогда сидели и обзванивали знакомых, незнакомых, и я проводила некий такой эксперимент и говорила, давайте я сейчас беру телефон, на который вы мне даете номера, и созваниваюсь с девочками, которые вы мне дадите. Непосредственно они были знакомы, а я нет. Так вот, набираю я незнакомые девочки, и на связь выходит Хатамова Шафуад. И мы так любезно... Отлично, что слышно. И так мы любезно с ней общаемся, и я ей говорю, здравствуйте, Шафуад Хон, это Балтуева Фируза, директор компании Фаберлик, и она тоже так рада, говорит, здравствуйте, ой, я знаю Фаберлик, я была в Фаберлик, я очень сумасшедший потребитель. И тогда никогда не забуду, был запуск программы «Партнер», когда, помните, мы мучились, да, я вообще заказ месяц не набивала, и к компьютеру не подходила вообще. Поэтому, и когда я её пригласила, она говорит, хорошо, хорошо, ни чуточку не было капли сомнений, ни у меня, ни у неё, она мне сразу сказала, что она готова к сотрудничеству, и я её пригласила на мероприятие очередное. Она приехала, и у нас пошло-поехало, завертелось. Сейчас она открытый директор, и она в основном проводит регистрации, рекрутинг в соцсетях. Поэтому она сегодня приготовила презентацию, сейчас посмотрим, какую. Но так как она мой лидер, я, наверное, знаю её методы, мы договариваемся, каждый успех, каждый «да», который ей говорят, она мне делает скрин и отправляет с радостью. Фируза, смотрите, у меня сказали, да, Фируза, у меня получается, спасибо, что вы у меня есть. Вот такие переписки мы ведём с ней часто. Поэтому об этой девочке я практически знаю всё. У неё двое детей. И поэтому давайте уже начнём. Я могу листать, да, сейчас посмотрю. Но может кто-нибудь листать, а у меня нету этой стрелочки листать. Сейчас посмотрю. Ой. Так вот. Значит, Шафоша, мы с ней вместе. Люблю я признавать лидеров. Они тоже научились этому. И, конечно же, мы часто поздравляем друг друга. И вот это вот очередная наша последняя фотография, которую на последнем мероприятии, она часто проводит тренинги. Так, вот появилось у меня. Листать. Итак, работа через Фейсбук. Многие из вас хотят этому научиться или наоборот, или наоборот знают, как там работать, да. Поэтому мы кому-то напомним, а кому-то наоборот полностью научим перейти на социальные сети. А именно сейчас будет идти о Фейсбуке, о своей страничке. Если у вас нет своей странички, то мы обязательно вас сегодня научим. Готовы? Очень долго мы настраивали связь, да. Ничего страшного. А теперь мы будем учиться тому, что на сегодняшний день приготовила нам Личиева Шафуат. и так. Крутые совместные фотографии. Что она хотела идти, наверное, сказать, что мы очень сильно сплоченная команда, и мы очень часто собираемся. До сегодняшнего дня мы собираемся почти каждую неделю. Поэтому... Итак, вот странички, которые у нее, наверное, есть, да. Но сейчас мы, как говорим, поработаем... Сейчас. И вот наша Шафуат Хатамова. У нее своя личная страничка. Итак, последний шанс попасть на акцию «Мультиповар Авриологи» от Фаберлик хочет получить бесплатно став плюс. Итак, теперь я буду говорить и о своем лице, и от имени Шафуат. Что мы делаем? Конкретно социальные сети, именно Фейсбук, у меня и у моей команды начало получаться именно 2-3 месяца очень усиленно. И хотели бы этому научить сегодня всю страну. Итак, очень просто. То есть у вас есть своя социальная сеть, правильно? Страничка. У кого есть Инстаграм, Фейсбук, сейчас ставим плюсики, да? Потому что сейчас очень важно до того, как все стабилизируется, и мы должны научиться этому. У нас другого выхода, другого выбора совершенно нету. Если честно, мы сейчас... Ну, я не хотела бы сказать радоваться, а есть такой момент самообучению. Мы сейчас должны самообучаться. Если честно вам, вот прям говорю, меня никто ничему не учит. Меня никогда никто никому ничего не учил. Наверное, вот эта вот самомотивация должна срабатывать у лидера, который пришёл в такую серьёзную компанию и имеет возможность зарабатывать такие деньги. И, конечно же, вам, когда вы сидите дома, нужно учиться. Именно выход в интернет. Но это слово «интернет», выход в соцсети немножечко меня очень сильно пугали, если честно. Я года два назад просто выставляла фотографии, да? Или очень часто репостила других. Вот давайте сейчас скажу, что репостить других – это в прямом смысле рекламировать другого человека. Создавать бренд или помогать создавать бренд другому лидеру. Да, его публикация вам понравилась, но вы должны были взять из этого урок, сделать чуть-чуть по-другому и прорабатывать это в своей страничке. А многие, я заметила, что наоборот, готовый материал, думая, что готовый материал другого лидера поможет ему, делает репост. И прям когда я тоже выкладывала рекламу, они репостили прям с моим номером телефона. И я писала, спасибо большое за рекламу. Хотела таким образом намекнуть, что вы меня рекламируете. Понимаете? Поэтому я категорически запретила своей команде, но я говорю правду сейчас и вам, что репостить других лидеров – это, как вам сказать, ну, я вам уже сказала прямо, вы рекламируете другого лидера. Поэтому работать со своей страничкой нужно каждый день. Каждый день. понемножку. Я, например, сейчас, у меня тоже есть барьер, то, что у меня получается сейчас очень хорошо в Фейсбуке, а не в Инстаграме, а я хочу сейчас научиться работать везде. Но сейчас речь не об этом, но мы сейчас постараемся вам научить работать именно нам далее. Это направление, Фейсбук. и если вы согласны, то, что мы должны рекламировать свой бренд и продвигать. И еще один очень важный момент. Надо... Да, Фейсбук очень удобен для бизнеса. Нам важно обязательно сохранять свое имя и фамилию. Свою имя и фамилию. То есть ни Носка, ни какой-то кличка. Просто надо создавать свой бренд с именем, который вас наградил или ваши родители. Вот Нигина Гульматова выходит, как красиво. Тахимова Фарзона выходит. Вы представляете, через год вас будут узнавать все. Да, например, если вы этого хотите, то с сегодняшнего дня свою страничку обязательно переоформляйте под свое имя и фамилию и продвигайте свой бренд вот Шахноза Абдуалимова. Это же классно, когда по одной фамилии и имя вас узнают. Мавлюду Рахматовну все знают, да? Правильно, когда Шахноза Абдуалимова все. Видимо, время закончилось или как? Слышно меня, девочки? Ой, интересно, значит, будьте сидеть, будут, когда у нас пропадать связь, все равно сидеть, время у нас есть, правильно? Поэтому нам никто такую информацию, которую мы даем друг другу, никто нам не даст, согласитесь? Только слышно меня, да? У меня тоже энергии полно, поэтому я каждый день занимаюсь обучением, дорогие, каждый день, и для того, чтобы провести обучение для всей страны, я никогда не отказывала. Поэтому, а тем более сегодня поддержать своего лидера, который очень сильно долго готовился, потому что я говорю, проведешь вебинар, она говорит, проведу вебинар, заменить шафо, значит, заменить шафо. Поэтому, дорогие, мы учимся быть лидерами, быть сильными в любую ситуацию, особенно, знаете, после чего я очень сильно еще замотивировалась, после вот этого вот вебинара элитной команды, кто смотрел вот это вот все, у меня были мурашки по телу, я прям чуть со стула не упала, вам честно говорю, одна сильнее другой, другие сильнее других, какая сплоченность между драгоценными директорами, столько связей между ними, а они, например, нам показывали их сплоченность, а вы знаете, что они еще с друг другом разговаривают, они с друг другом еще договариваются, и это все без помощи никакого руководства, просто дружба, просто инициатива какого-то первого драгоценного, например, там Светлана была, она, например, это все начала, и другие потянулись, все страны потянулись, да, я полтора или два часа почти сидела и чуть не ревела, мне казалось, что я ничего не делаю по сравнению с ними, понимаете, и вот то, что у нас есть тоже такая возможность, вебинары у нас бесплатные, нам предоставляют ссылку, почему мы этому не пользуемся, и почему не готовим команду, чтобы максимальное количество участников, сколько могло бы сегодня сюда попасть, сидят буквально, не знаю, сколько человек, 30-35, это позор, действительно, Маульдар Ахматов, вы сказали, очень много правды сегодня, может, вот этой вот правды нашему Таджикистану не хватает, да, правды в глаза, то, что бесплатный вебинар сегодня, бесплатный вебинар про работу в Facebook, и собрались 30 человек в стране, это очень-очень позорное число, значит, вебинар нам дают, почему за 2-3 дня раньше, потому что, потому что, чтобы мы хотя бы рассылали по своим чатам, но рассылать, это одно, и звонить, договаривать, и говорить, нужно звонить, честно, звонить лидеру, и сказать, вот сейчас, да, был перерыв, вы могли бы человеку 10 позвонить, сказать, подключись, сегодня была ШАФО, а сейчас ее заменила Фируза, можешь тоже поучаствовать, все абсолютно бесплатно, кто так сделал, большие молодцы, мы почти час будем сейчас проводить, и то сейчас есть время, да, обзвонить команде, и чтобы команда, конечно же, чему-то сегодня еще научилась, поэтому, дорогие мои, мы должны ценить друг друга, особенно драгоценные директора должны друг другом дружить, я так считаю, я изначально так считала, наши лидеры между собой будут дружить, обязательно нужно говорить друг другу правду в глаза, кто о чем думает, и чтобы все это приводило к большому, огромному росту, мы же можем расти, но меня одной, меня одной, ваших наставников, одних, одной, Мавлюда Рахматовна, не хватит, понимаете, мы сейчас, когда пока Шафо настраивалось, мы говорим, когда Мавлюда Рахматовна говорила, мои лидеры, 2-3 человека были сегодня со мной здесь, они мне говорили, ну почему у нас такой спад, а я ответила, потому что мы почти 70-80% не настоящие сетевики, серьезно вам прям говорю, как своей команде говорю, мы не настроены так мощно, например, как Узбекистан, как всегда говорит, вот посмотрите, какая у нас Мавлюда Рахматовна, посмотрите, она совсем другой человек, совсем другие понятия, мышление богатое, всегда стремится, никогда не уновает, никогда ни на кого не злая, злая она на правду злая, вот как я сегодня, очень хорошо, что сегодня выпала такая возможность доносить друг друга и пусть даже я немножко отошла от темы, но я думаю, что вот этого нам именно не хватает, но смотрите, как Анна Кунанова выдавала свои совершенные секреты, я была в шоке, я каждую вот их запись еще параллельно записывала, параллельно, вот если команда у меня сейчас здесь идти, они не дадут соврать, что каждые 30 секунд я отправляла свой чат, мало ли кто не зашел, мало ли кто вообще не понимает, что такое вебинар, но есть у меня возможность такая на телефоне записывать и отправлять своей команде, почему бы нет, хоть чуть-чуть они бы услышали советы от Анны Кононовой, от Андрейка Николайка, от Фарангиста Джафарова, сколько она всего дала, я прям говорю же, чуть со стула не упало, столько энергетики в людях, если бы мы, да, если мы, каждый из нас вот старался бы действительно, мы бы вот так вот сильно не упали, но ничего страшного, мы самое главное, я считаю, мы живы-здоровы, остальное все у нас будет, напрягать вас тоже сильно не хочу, вот возвращаюсь к страничке Шафуат Хатамовой, я вам еще раз говорю, что презентацию готовила она, поэтому я буду работать с тем, что у меня сейчас есть, и, конечно же, добавлять от себя тоже, вот смотрите, она выставила последний шанс попасть на акцию мультиповар, это, наверное, была публикация прошлого периода, правильно, Шакош? Ты мне тоже чуть-чуть помогай, права, не права, я, но я сужу по и дате, и то, что был в последнем периоде у нас акция мультиповар. Честно, сегодня после вот этого вот я сяду и сделаю еще раз анализ, сколько человек у нас прошли, если говорить о себе, то у меня семь человек попали в последнюю минуту на акцию мультиповар, это в моей личной группе. Знаю про Шафуат Хатамову, у нее подписался новичок с Гончинского района, она пришла через ВИП-программу. Когда я проводила обучение, я вам говорила, что обязательно, когда вы подписываете людей, и он выполняет 100 баллов, нужно входить в систему и ставить галочку, чтобы, да, вот, я как раз про это Шафош, ставить галочку, у нее, наверное, тоже была галочка, и человек попал к ней через ВИП-программу, которая за 20 минут с помощью электронного каталога выполнила 100 баллов. Так как там агентского пункта не было, нам пришлось отправлять через таксиста, но она сразу же оплатила свои тысячи с чем-то самым и выполнила 100 баллов, попала на мультиповар. Это один момент. Как попало? Вот в кризисный момент, когда никто не выходил из дома. Это все происходило в последние сколько дней. Сейчас она, наверное, напишет тоже. Теперь, как произошло у меня 7 ВИП-новых консультантов, потому что, и так, вы, наверное, многие заметили или не заметили, что странички мои я веду прямые эфиры. Может, кажется, что там никто ничего не клюет, что никто ничего не заказывает или напрямую многие не пишут, но наблюдают многие, потому что это сети. Вольно-невольно ваша реклама попадет в чьи-то руки. И таким образом мне пишет в 10 часов ночи девушка в Телеграм пишет, говорит, «Здравствуйте, Фируза, я хочу вам заказать…» Она на таджикском, правда, писала, я сейчас дословно вам скажу, что она писала. «Мне нужны доски гушт майдакунак». А я ей говорю, какая именно? Она говорит «цветная». А на тот момент цветной доски уже не было. Представляете, я бы, если ей сказала, что цветной доски у меня нету, то она бы сразу ей бы настрой не было бы настроя, если честно так сказать. Она бы уже у меня больше ничего не заказывала. Согласитесь, не надо говорить человеку прямо сразу у нее, тем более она сама пишет, она сама меня нашла. И что я поступила? Нет, она сначала написала мне на Viber, потом мы перешли в Телеграм. Я ее попросила отправить данные. Она сразу мне говорит, о безданных никак. Я говорю, ну, когда вы отправляете мне данные, то вы получаете еще 20% скидку, которую я дать не смогу. И плюс, когда вот акцию, правильно говорит Маульду Рахматовна, в заказе, каждому заказу по отдельности, мы все хитренькие, да, отдельно, отдельно набивали, чтобы в каждом заказчике был подарочек. Итак, я говорю, в каждом заказе будет подарочек. Она мне отправляет данные и говорит, пришел код, пароль, и я ей отправляю. Она сидит, молчит. Ну, 11 часов ночи уже, пока мы все это делали. Она мне говорит, что дальше? А я смотрю, что время уходит. Последний день периода. Я говорю, может, мне помочь вам оформить заказ? Она говорит, ну, давайте. Ну, есть люди, которые вообще нет времени даже оформлять заказ. Она мне пишет, духи мужской, 4 шампуня, пишет вот эту вот доску, пишет, я говорю, хорошо, хорошо, и мне говорит, что мне нужен набор на 190 само, ну, вот эти вот готовые корзины, видимо, у меня были. Она говорит, вот я видела в вашем Фейсбуке готовые картины, корзины, и вот этот вот набор мне тоже туда в заказ. И я отправляю фотографию, она говорит, да, 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 вот этот. Еще плюс набор включила, и она мне говорит, стойте, стойте, еще записывайте, оли бей на весна бегит, оли ма парту втан мегирам, а навай пасудагой ухшрут, ага, маша бамам бизангув. И я такая мужу, парвис, посмотри-ка, какой заказ. А он мне говорит, ага, еще сможет оплатить, не сможет оплатить, подожди, не радуйся, он мне всегда так говорит, но я все равно каждому моменту радуюсь, очень радуюсь. И таким образом мы оформили заказ, на ровно 101 балл. Я еще тогда с Мавлюдой Рахматовной переписывалась, я ей тоже говорила, ой, у меня 100 баллов, последние почти считанные часы. Вот такой вот вип-консультант попался. Итак, страничка, кто ее промотал, но ничего страшного. Вот, как установить фейсбук. Для тех, кто не установил фейсбук, вот, через обыкновенный флеймаркет устанавливайте фейсбук. Меня слышно хорошо? Вы периодически отвечаете, а то я болтаю, болтаю, чтобы связь была. Была, да. И, конечно же, обязательно у вас должен быть мессенджер. Кто мотает, я не знаю, подождите, я, наверное, сама буду тоже прокручивать. Для того, чтобы установить мессенджер, тот же самый флеймаркет, устанавливаем мессенджер. Для чего нам? Нет, шафош, пока не трогаете, подождите. Я сама, наверное. Для того, чтобы начать бизнес и рекрутинг в фейсбуке, вам необходим мессенджер. Что такое мессенджер? Мессенджер – это то же самое приложение, как и Viber, Telegram, но это, можно сказать, помощник фейсбуку. То есть, все личные сообщения, которые вам будут писать, они будут попадать в отдельный мессенджер. Это, наверное, многие знают. Итак, вот нужно установить фейсбук и мессенджер для личных общений, для личных переписок. Эту переписку никто не увидит. Это ваши личные переписки. Поэтому, думаю, это тоже понятно, да? Итак, так, Шафош, вот эту вот картинку можешь тоже описать, что вы хотели этой картинкой сказать, а я пока наверное буду говорить о том, что вижу. Хорошо? Итак, кто не знает, у нас проект «Территория успеха». Мы создали проект ровно год назад. Что же мы в этом проекте делаем? Обязательно у нас работа идет объединенно. То есть, директора у нас очень сильно объединены. Они даже общаются между друг другом больше, чем со мной сейчас. Понимаете? это очень-очень важно, потому что сейчас в нашем проекте больше, ровно 20 пунктов выдачи. Это по Сахдийской области. То есть, у нас есть в регионах, у нас есть в самом Худжанде, да? и вот обязательно между друг другом должен быть союз. В первую очередь, сначала внутри структуры. Структуру вы строите, как говорила Мавлюда Рахматовна, буду повторяться, потому что очень много хорошего сегодня было, очень много правды было, которая поможет встать нам многим на ноги. И вот когда вы создаете структуру свою, нужно, мы же её создаём очень-очень-очень сложно, потому что один за другим, один за другим нужно объяснять, каждому нужно прям объяснять от души. И представляете, вы привели одного человека, поставили второго и поставили четвёртого, и когда вы собираетесь, они друг друга не знают. Это очень грубая ошибка. Они должны друг друга знать, они должны с друг другом дружить, поздравлять друг друга что бы ни произошло в вашей команде, это должно оставаться в вашей команде. Вы можете, вы должны быть открыты, чтобы ваша команда была открыта для других. И вот эта сплочённость как танк, как команда, настоящая команда поможет вам двигаться, особенно вот эти моменты спады, не будет у вас спада, когда вы договариваетесь, вы уже видите, или вы должны скидывать отчёты не только свои, не только своей команды, личной группы, а наоборот, чтобы каждый был заинтересован друг в друге или был какой-то боевой сопернический дух, например. Что Шапоша хотела этим постом сказать? Делать посты, поздравлять с достижением, поделиться моментами успеха, рекламы, офисов, чтобы есть в каждом уголке Таджикистана, что можно спокойно набивать заказы, да, то есть рекламировать не только друг другу, да, например, а всем, кто сидят в соцсетях, что Фаберлик очень сильно доступный, Фаберлик очень сильно вырос за последние несколько лет, особенно я наблюдаю, что офисы очень красивые стали, особенно после проверок, офисы стали намного престижнее, в каждом офисе есть операторы, это же круто, да, у нас есть помощники, компания выплачивает нам за агентское вознаграждение, это очень-очень круто, поэтому страничка должна быть интересна, ваш профиль, ваше отражение и ваш внешний вид, поэтому лишних постов, слов нецензурных не нужно говорить, правильно, то есть вы должны показывать пример и особенно профессионализм отвечать очень красиво, корректно, был момент у меня в прошлом периоде, я отвечала на 500 сообщений прямо в посте, да, был у меня такой пост по распродаже, я писала лично, 500 человек отвечала и в конце, в середине мне говорили, что очень высокий профессионализм и то, что на любые вопросы я смогла ответить корректно и из этих 500 ответов у меня было 46 регистраций, это было в позапрошлом периоде, лично у меня были 46 регистраций, в прошлом вебинаре мне задавали вопрос, подписываю ли я под своих людей, кому вот этот вопрос интересен, ставьте плюс, отвечу его на этот вопрос чуть позже, если вас он интересует, буду отвечать на то, что вас сегодня интересует, будем максимально сегодня чисты, открыты, потому что еще раз повторюсь, у нас время есть, у меня всегда рабочий график с 10 до 4 я занимаюсь компанией Faberlic, то есть продвижением своей команды, после 4 я делаю домашние дела, и конечно же, как любая женщина, готовлю ужин, и иногда выкладываю в свою группу, чтобы видели, что я не только сумасшедшая Faberlic, я сумасшедшая и дома, и детьми, и конечно же семьей, поэтому вот, шафош, будешь тоже комментировать каждый свой слайд, а я сейчас конечно же, у нас сегодня интересный вебинар, даже будет он еще полезнее, потому что сейчас у нас будет двойная мотивация, шафоша пишет, я говорю, правда, все, что не делается, все к лучшему, у нас сегодня такой тандем с моим лидером, я этому очень-очень рада, что она хотя бы подключилась и может выразиться своей мысли письменно, это очень круто, всегда нужно каждый период показывать акции от компании, так, значит, это была акция элитные парфюмы в подарок, правильно, то есть мы рассказываем это своей команде, мы рассказываем для новичков, а также мы показываем наши социальные сети, мало ли что, мало ли что, сегодня друзей 100, завтра больше тысячи, значит, увидят еще и их друзья, значит, твою публикацию из двух тысяч человек придут, например, два-три человека в каталог, это же круто, можно, конечно, через посты, я сейчас вам раскрою небольшой секрет, то, что у меня регистрация в основном через социальные сети уже два месяца, поэтому новички у меня тоже через социальные сети, некоторые уже стали лидерами, дай бог, будут директорами, конечно же, ситуация немножко всех подкосила, но это должно сделать нас сильными, вот мы через некоторое время встретимся, и мы будем друг другу благодарны, что наши вебинары, наши крутейшие вебинары, которые будут в последовательности еще больше, круче, я предлагаю, чтобы спикера видели, даже если публикация не сохранится, Мавлида Рахматовна, я очень прошу, не знаю, может, это я, только мое мнение, но я хочу о нем сказать, я хочу видеть спикера, как он говорит, я хочу посмотреть на него, как он выражается, вот это вот, пусть даже публика, вот это вот эфир не сохранится, зато пусть войдут те, которые ждут, пусть будет у нас в Таджикистане 50 драгоценных директоров, но они будут пусть настоящими сильными сетевиками, которые делают, сделают многое за других, понимаете, многое, я очень хочу, чтобы мы изменили немножечко формат, я очень хочу видеть спикера, и сейчас очень бы хотела, чтобы меня видели тоже, но пусть даже, еще раз повторюсь, не сохранилось бы, поэтому мы должны немножечко поднимать уровень, и мы должны видеть глаза лидера, который хочет выразиться, и поэтому внушает больше доверия человек, которую вы видите, я не знаю, не знаю, может, это мое мнение, но идем дальше, дорогие, не знаю, сколько сейчас людей нас подключились, я думаю, что пиши тоже о своей картинке, то, что ты хотела сказать, а я пока отвечу на тот вопрос, который волнует многих, это был подарок для новичка, да, давайте немножечко я вернусь к подарку для новичка, который, вот сумочка с, вот, вот, подарок для новичка в этом периоде, Шафош, найди мне подарочек этого периода, вот, подарок новичка в этом периоде очень-очень шикарный, даже еще не начавшись период, многие из нас сделали переходный балл, чтобы получить этот шикарный наборчик, значит, что же нужно нам сделать, в прошлом эфире Негора научила нас многих делать продуктивные корзинки, так вот, делайте продуктивные корзины и обязательно отправляйте видео, фотографии, вот, спокойно компания нам отправила видео с первым шагом, любая женщина, которая сидит сейчас дома, хотела бы иметь такой наборчик, вы представляете, сумочка, шампунь, бальзам, да еще и маска в подарок, меня слышно? Ну, отлично, поэтому сейчас очень актуальны продуктивные корзины, и они вот еще мне помогли тоже быстро-быстро оформлять заказ, что мы делаем, до начала периода мы создаем 5, 6, 10 корзин, у нас еще раз повторюсь, очень сплоченная команда, этим занимаются люди, которые у них есть вот это вот задание, например, у меня Кенджаева Фотима, если она сейчас в вебинаре, она нам создает корзины, то есть один человек создает корзины, другой человек создает что-то другое, другой человек у нас проводит марафоны, кстати, у нас тоже запущен марафон, только закрытый пока, почему закрытый, честно вам скажу, потому что мы еще не пользуемся вебинарной комнатой, это действительно очень-очень нам в минус, мы проводим все это в чате, в закрытом своем чате, и проводим каждый день, у нас расписан день, я, то есть до начала периода уже отправила список спикеров, которые каждый день у меня проводят марафон, и у каждого есть свое задание, почему важно в этот момент сейчас тоже в своей команде собраться, ничего у друг друга ничего не случится, если вы соберетесь именно не вживую, можно по телефону собрать друг друга, можно чат отдельно создать и сказать, смотрите, я сегодня делаю это, я сегодня делаю то, ты сегодня делаешь то, а завтра другой человек будет делать что-то, и создается такой тренерский состав, у нас есть тоже тренерский состав, в каждом периоде мы добавляем туда еще нового живчика такого, который на что-то способен, то есть что-то у вас, да, у нас есть специальный чат для тренеров, и в этом чате шахоша тоже у нас состоит, поэтому важно быть коммуникабельным, да, кто бы нам говорил, что мы можем спокойно проводить вебинары, а что в этом оказывается сложного, все практически справились, правильно, предыдущие спикеры, ставишь телефон, входишь, и тебя слышит вся страна, да, например, сегодня может подключились еще другие страны, поэтому это очень-очень тоже важно, дорогие участники сегодняшнего необычного вебинара. Так, шафош тоже пиши о своем слайде, так вот, если у вас есть какие-то вопросы, итак, вообще-то мы должны сегодня научить вас работать в социальных сетях, давайте я научу вас, как будто вы новичок, давайте, договорились, вот у вас есть своя страничка, вы, во-первых, я вам хочу сказать, что вы должны ее оформить прям как бренд, фамилия, имя, если у вас свой проект, обязательно фотографию проекта, пишите, напоминайте о своем проекте, и делайте посты регулярно, каждый день, делаем посты, чтобы они были интересными. Так вот, если вы в начале своего пути, ничего страшного, если вы своей команде скажете, чтобы они вас поддержали. Согласитесь в этом моменте сейчас? сделал пост, отправил своей команде, или если нет команды, попросил наставника, чтобы поддержал, просто дайте знать своей команде, наставнику, что вы занялись интернетом, что вы хотите продвигать себя, продвигать бренд, и что вам нужна определенная поддержка. Очень помогает поддержка, я вам хочу сказать, если поставить лайк один человек, то его друзья будут, конечно же, видеть и вас. Кроме шафуат, к сожалению, я никого сейчас не вижу. Или мы устали? фурух, очень здорово. Поэтому, и теперь я хочу вам сказать, давайте честно, может быть, у вас руки до этого не доходят. Это все отговорки. Доходят у вас руки, может, на другие дела, но не сочетает, не верите в то, что социальные сети сделают из вас брендового лидера, помогут найти вот ваше высказывание, до кого-то дойдут. Если вы не знаете, с чего начать, я вам предлагаю, вы можете сегодня записать или написать, что вы начинаете со своей истории. Кому не интересна ваша история, очень даже интересно. Если вы никогда не писали посты, напишите в своем общем чате о своей истории. И вот эту историю копируйте и вставляйте обязательно в социальные сети, чтобы о вас знали, на каком пути вы находитесь, на какой стадии развития вы находитесь. Если вы новичок, пишите, что вы новый партнер компании Фаберлик, что у вас есть наставник, что у вас есть человек уже один в команде, если у вас один выставляете его фотографии, таким образом у вас появится своя аудитория, у вас появятся свои любители. Вот честно скажите, вы видите мои посты, или может быть что-то вам в них не нравится, или наоборот вы хотели бы так, да, если мы тоже ставлю лайки, правда репост не делаю, я говорю вам почему, но лайк поставить не жалко, почему нет, мне нравится, я вот много поддерживаю, но рулой в унигину ставлю постоянно лайки, постоянно фарангиз, шахнос, всем друг другом мы должны поддерживать, а комментарии вообще прекрасно комментировать, мы же Таджикистан, одно целое получается, ну и что, что баллы не одни, зато у нас будет имя, у нас будет рост, и к нам будут идти с других стран, почему бы нет, правильно, звука нет, лезть, поэтому, если вы начали со своей истории, дальше следующий день встаете, отдохнули, руку чешете, и думаете, что же мне писать дальше, дальше вы должны, вот как говорила Шафош, рассказать, что есть первый шаг, ставьте следующий день, что есть у нас какие-то бонусы, рассказывайте о своем внутреннем состоянии, но ни в коем случае свою ленту не заполняйте ненужными новостями, какими-то изображениями непонятными, вот это вот все сбивает и вашу, пожалуйста, объясните, как ставить прямую ссылку для регистрации под картинки, когда нажимаешь на картинку и прямо попадаешь на вашу страничку, хорошо, Зуфья, у нас есть раздел личный кабинет, правильно, прямо сегодня входите в личный кабинет, в раздел моя структура, в раздел моей структуры есть ваши ссылочки, копируйте ссылочку, я вообще вам сегодня рекомендую открыть себе помощника, что такое помощник, особенно в телеграме круто мне помогает, у меня есть помощник, жаль, что я, у меня презентации нету, я сейчас практически выкручиваюсь, и вот в помощнике вы вставляете свою ссылочку навсегда, и вот эту ссылочку оттуда берете, в любой пост ставите, копировать, вставить, копировать, вставить, и под вашим любым постом будет ваша ссылочка, очень-очень просто, если вы сейчас не поняли, то лучше всего, конечно же, покажет вам наставник, а он-то вас сегодня увидел, либо директор, если вы хотите это начать, то обязательно ваш директор или наставник вам поможет, я так считаю, и ссылочку, если вы постоянно на свой пост будете ставить только свою ссылку, то все новички будут попадать в вашу прямую линию, а я не знаю, как вы строите команду, выгодно ли вам всех подписывать в прямую линию, это уже, наверное, другая отдельная большая тема, если вы хотите всех в первую линию, то, конечно же, вашу ссылочку, если хотите человека под кого-то отдать, то его ссылочку, поэтому сохраняйте в своем помощнике в Телеграме то, что вы хотели, например, я сегодня пишу пост, сохраняю в Теле свой помощник, а завтра его выставляю, я могу в день сделать 3-4-5 поста, я же их не выложу, а наоборот, как вам сказать, как дневник, например, и пишите туда то, что вы хотите, идем дальше, то есть ваша страничка должна быть суперинтересна, но ни в коем случае не навязчиво, ни одно и то же, должны быть какие-то привлекающие моменты, кроме вашей самостоятельной рекламы, да, Шапо у нас сегодня открытый директор, но у нее тоже, конечно же, есть спад, есть спад у всех, но это ее начало пути, и у нее ровно год пока, и она, наверное, после таких признаний, особенно у нее сегодня личный вебинар, пойдет вверх, это очень помогает, когда вас назначают на, для того, чтобы проводить вебинар, значит, это ваш шанс заявить о себе, да, рассказать о своих преимуществах, и, конечно же, набраться опыта самому, разве не классная реклама, для вас, чтобы вас выбрали для того, чтобы провести вебинар. Если вы будете заявлять, что вы хотите проводить вебинар, то будет еще круче и легче, да, и руководству, и нам будет круто узнавать о вас, да, если вы хотите проводить вебинар, то, ой, если вы хотите вырасти, то вам такие обучения проводить очень-очень помогут. звук пропал или у вас пропал? У кого еще пропал? Пился? Ну, отлично. Пиши, шафош, то, что ты хотела донести этой картинкой, вижу, что прекрасная получает звездочку. Особенно, наверное, хотела сказать, что у нее есть мотивирующаяся подсказочка в личном кабинете. У кого она есть, тоже ставите плюсики, это очень большой плюс, что у вас есть возможность попасть на мотивационную поездку. Это тот самый сигнальчик от компании Фаберлик, что вы выполнили один период у шафоши она выполнила, а у кого-то два, три, четыре, и вы вот это вот сильная крутящая мотивация вам, что вы можете попасть с драгоценными директорами, может, на шикарнейшую виллу, на шикарнейший отель, конечно же, все устаканится и все будет хорошо, и мы будем все вместе еще отдыхать, и, конечно же, она гордилась и поставила на свою страничку эту мотивационную поездку. Я искренне ей желаю, чтобы каждый из вас, который еще на полпути находится, вы обязательно пройдете, потому что компания дала еще несколько шагов, да, и вы, если вам нужно восемь периодов подряд выполнить, и у нас не было шансов, а то сейчас у нас шанс еще появился, кто-то, например, на полпути остановился, и это сильнейшая мотивационная поездка должна быть для вас сильнейшей мотивацией. не ждите мотивации сбоку, вы сам сильнейший мотиватор, должны быть по крайней мере, я не знаю как другие, но вот эта вот поездка пинок большой под зад ноги, очень, очень многие хотят попасть, правда, кто хочет, тоже пишите, особенно мысли материальные, надо писать, что хочу в Турцию, либо пишите, я уже в Турции, я на полпути в Турции, обязательно, как я с вами откровенно сейчас, вы тоже должны сидеть, и как будто бы я вас сегодня, вот действительно мне тоже когда-то помогли 2-3-4 урока, на которые я ходила, были для меня взрывными, были для меня такими толчком, особенно когда награждали других, я сидела, особенно на первом, на первой мотивационном новогоднем вечере, никогда его не забуду, я очень люблю признание, очень люблю, и вот это никогда не скрывайте, то, что вы любите признание, каждый человек это любит, поэтому нужно признавать, во-первых, самого себя сам, заявлять о себе, кто вас будет ругать, если вы будете прям вау, рекламировать себя на своей страничке, а в Фейсбуке это прям будет шикарно, выбирайте самые красивые фотографии, тратьте на это время, деньги на это не уходят, вот что мне удивительно, деньги на это не уходят, тот же интернет, который вы копаете с других делах, можно потратить на свою раскрутку, еще один совет, да, не надо давать деньги на раскрутку себя, вы сами можете это сделать, кто может сделать это лучше вас, о себе, вы должны рассказывать о своей жизни, если вам дозволено поставить свои фотографии, видео снимать о себе, если ваш супруг или вам это позволяет, то это очень большой плюс, я вам очень серьезно хочу сказать, я мечтаю прям проводить прямые эфиры, чтобы я сидела и говорила, но мне это останавливает, потому что у меня некий есть запрет, и я всегда говорю своей команде, если бы я вышла бы в эфир в прямую линию, да, как другие спикеры, и бы приглашала, бы напрямую показывала свои глаза, не в прямом смысле этого слова, но как спикер, как лидер, который приглашает свою команду, наверное, ко мне бы шли каждый день, но я немножечко где-то себя сдерживаю, менталитет девочки, но если у вас есть такая возможность, делайте это, я всегда шафошу ругаю, у тебя муж прекрасный, у тебя муж прям говорит, давай шафоша, делай, я тебя поддержу, делай шафош, и другие остальные сейчас, которые подключились, проводите прямые эфиры, показывайте себя, какие вы есть на самом деле, вы проводите мероприятия, снимайте это, показывайте вот на вашу страничку, договорились? Итак, шафош, тоже комментируй, обязательно, то есть, иногда я тоже сижу и выставляю такие посты, потому что вообще мы можем цифры намного больше писать, потому что это так и есть, но мы склонны к тому, что нам не верят, и мы пишем вот такие вот иногда посты, сидишь дома и не знаешь, что делать, тогда тебе к нам до 5000, сам они в 20 дней, ставим плюс комментарии, да, чтобы было без ошибок, и так, ставят комментарии, и вы обязательно, у вас должно быть что-то презентованное, чтобы им дать, потому что они начинают спрашивать, что, да, как, когда вы будете писать в личку, это все происходит в личку, вы высылаете программу роста, то у вас должны быть там регистрации, да, поэтому к такому посту нужно тоже подготовиться, то есть вам есть что сказать, выставляйте такие посты, если вы сможете замотивировать человека, который напишет я интересуюсь, то вы не должны тоже писать тяп-ляп в личку, то, что ой, я вас приглашаю в компанию, компания очень хорошая, очень здорово, такие вещи не прокатит, потому что вы конкретно говорите о пяти тысяч самон, то есть вы должны конкретно предоставить им материал и доказательства, что он придет в компанию и будет зарабатывать такие деньги, поэтому очень осторожно с такими постами, если вы уверены и знаете, что ответит, то, конечно же, можете использовать, вижу, что в комментариях 15 человек, я надеюсь, что Шафоша сейчас нам приготовила и личные переписки тоже, потому что вы должны видеть, с чем они переписываются и что они говорили, правильно, ой, здесь вы сами должны комментировать, что же вы написали и кто клюнул, как вы отвечали, пока Шафоша пишет, у нас в чате, я возвращаюсь в тренерский состав, мы хотим, конечно же, охватить несколько стран, поэтому мы писали, тот, кто знает узбекский язык, то Узбекистан нужно тоже, узбеков тоже нужно подтягивать, и многие не знают наш язык, пишите тоже на узбекском, Шафоша имеет, он знает узбекский язык, и, конечно же, она общалась на этом языке, и у нее тоже, по-моему, были регистрации, просто на узбекском, потому что не все знают русский, правильно, я об этом тоже, то, что 24 марта она выставила на Кашкадарья у вас были регистрации, ну, хорошо, отлично, то есть, это то же самое, то, что было, но на узбекском, так как я поняла. Итак, личные переписки, очень-очень классная штука сейчас у нас будет, правильно, давайте читайте тоже, что же у нее, какие же у нее переписки происходят в мессенджере. Здравствуйте, очень рада, что вы решили построить свой бизнес, сидя дома. Здравствуйте, а чем заниматься дома, столько зарабатываете, можно Фатима, вот, то есть, она ведет переписку в мессенджере. Можете читать, можете что-то записывать или мотать на уз, чтобы вы тоже использовали этот материал, который она вам выставила. Не каждый вам даст личные переписки. Поэтому можете читать, очень даже хорошая информация, показатель для многих, потому что мы часто, назад, хорошо, не глядя, мы часто в своем чате, когда у нас есть регистрации, скидываем, после какого разговора они дали нам свои данные. Если бы презентацию готовила бы я тоже, я бы вам отправила, что происходит у меня. Я сейчас, пока вы читаете, хотела бы рассказать немножечко о своих переписках тоже. Смотрите, когда я выставляла пост по распродаже, я писала, то есть, распродажа 80% и закинула в несколько групп. Откликнулось очень большое количество людей, я действительно не была к этому готова, я была в шоке. Итак, я сделала себе некий маленький шаблончик. Все делайте тоже впервые, а я не знала, что большое количество вот таких вот шаблонов может меня Facebook заблокировать. Это тоже я прихожу к тому, что я кидаю вот эти вот готовые шаблоны, то что. Что я написала? Я у никого не спрашивала, никакой маслят ни у кого не было, просто хотела донести, почему ему выгодно зарегистрироваться. И я написала, здравствуйте, для того, чтобы вам открылась распродажа, вам необходимо отправить мне фамилию, имя, отчество, адрес, код рождения и телефон. И закидывала это почти каждый день очень большое количество людей, я была в шоке, отправляли мне без разговоров свои данные, без разговоров. Очень-очень 10 процентов или 5 процентов мне говорили, зачем вам мои данные. И после моего ответа они опять отправляли мне данные. Я не говорю, что вот эти вот все люди начали работать. Очень большое количество людей подписалось у меня на распродажу. когда я пишу в держателей или в директорских чатах про распродажи, вы не подумайте, что я это для себя или для каких-то закупов. Просто распродажа помогает приобрести продукцию, да, это привлекалка для меня, я это ее так вижу, привлекает очень большое количество новых партнеров, поэтому, когда распродажу объявляют, вы прям закупаетесь, как мы раньше делали, сами-сами-сами внутри себя и никому не рассказываем. А сейчас не так. нужно прокручивать каждую акцию, которую компания дала, например, дали парфюм в каждый заказ. Нужно об этом всем рассказывать. Поэтому сейчас я попрошу зарядку, потому что у меня, по-моему, зарядка садится. Сейчас. Зарядка. вот поэтому распродажа, когда идет распродажа, вам очень важно прокручивать не на всю страну, а на весь мир. Своим соседям, своим друзьям, своим родителям, всем-всем-всем-всем рассказывать и говорить, что какие шикарнейшие продукты сейчас можно приобрести в такой момент. И знаете, у нас было очень многих переносные баллы. Очень многих. Да, мы упали в объемах, в групповых объемах упали, но многие со статусов не слетели. Благодаря, благодаря, конечно же, вот таким вот запускам акций очень сильно сплотилась команда в такой момент. Мы друг друга очень сильно поддерживали и каждый день проводили марафон. Это мы каждый день тоже делаем. Поэтому переписки в мессенджер потихоньку плавно переводите в телеграм. То есть Фатима с фейсбука написала даже в Шапоша. То есть она ее нашла с фейсбука. Но я рекомендую сохранять ее уже как партнера своего по имени и фамилии сразу видеть его в серьезном формате и не обращать внимания на то, что он пришел через социальные сети. Это наоборот крутейший человек, который пришел через... Я правильно подметила, Шапоша? То, что ты записал ее как Фатима в фейсбук. Это тоже... Это нужно тебе тоже относиться серьезно тем людям, которые интересуются, они такие же, но чуточку круче. Поэтому человек, который нашел тебя в социальных сетях, разбирается во многом, который не побоялся, отдал тебе свои данные, он также может официально официально зайти на сайт и сделать покупку, которая приведет к деньгам, ты будешь получать. Да, эта девочка ведет профиль в фейсбуке и уже начала приглашать. Очень круто. Поэтому, что... Несколько важных вещей. Смотрите, то есть, социальные сети это ваше лицо. То есть, вы каждый день должны ухаживать за своим лицом. То есть, выкладывать, говорить, рассказывать, раскручивать, потом вести диалоги в личку. Плавно переводите в свои чаты. Если вы приглашаете человека в свои чаты, а ваш чат, извините меня, мертвый, и вы не даете этому человеку то, что вы обещали, то, конечно же, он уйдет. Если вы будете выполнять то, что вы обещали, то человек останется с вами. Лучше, я вам говорю, не обещать, просто говорить, что вы делаете личные покупки, да, и у вас есть 20% скидка, и потихоньку, потихоньку, то, что он может пройти шаги и, конечно же, вести к бизнесу, чего я вам искренне желаю. Надеюсь, я сегодня была максимально полезна, максимально, как всегда, откровенно. Если есть вопросы, конечно же, я буду отвечать. Очень-очень все просто. На самом деле никаких-никаких там выкрутасов в социальных сетях нету. Просто, наверное, она бы шафоша провела бы совсем в другом формате, потому что это ее презентация. Но все же, чем сидеть, отключиться и говорить, что связи нету, мы пообщаемся всей страной. Правда, мы можем выговориться, мы можем с друг другом пообщаться, мы можем задать друг другу вопросы и, конечно же, быть полезными. Самое главное, мы провели этот час полезно, мы смогли открыть картинки, мы смогли что-то кому-то донести. поэтому совсем скоро ничего страшного, шафош, совсем скоро все закончится. Мне кажется, вот мы анализируем, тем более, когда мы выходим в офис, что потихоньку все уже налаживается. Дай Бог еще чуть-чуть и если вы чуть-чуть себя настроите и свою, особенно настроите в первую очередь себя и настраивайте свою команду. Не дайте спаду, не нужно вот этой вот депрессии брать вверх над всем, что вы делали ранее. Я не говорю, что бросайте все и занимайтесь бизнесом. Нет, можно совмещать, можно какое-то время уделять бизнесу, какое-то время семье, а большое время, конечно же, тоже себе тоже. Поэтому, если у вас есть вопросы, насчет прошлого вопроса, что подписываю или я под своих партнеров новых консультантов. На этот вопрос, конечно, моя команда тоже бы, если бы подключились бы сейчас и сказали, как все на самом деле мы действительно подписываем под друг друга, но мы не подписываем подряд, прям, ну, будет работать, не будет работать, не будем мы кидать, раскидываться, мы таким образом не строим команду, мы подписываем под того человека, который действительно сказал да, который действительно что-то делает, а не когда у него выросла команда, и мы позвонили, сказали, что у тебя выросла команда, давай займись. Нет, не так. Чуть-чуть по-другому. У нас чуть-чуть по-другому, потому что, ну, эту тактику мы сами выработали, эту тактику мы сами родили. То есть мы пригласили партнера, объясняем ему суть проекта, суть программы, суть компании, и он начинает тоже подписывать под себя людей. И, конечно же, мы, новичок, который пришел, помогаем и подписываем под него тоже. И таким образом у него образуется структура в скором времени, которую он руководит сам. То есть все маленькие лидеры, директора, вице-директора, консультанты, старшие консультанты работают со своей структурой сами. Принцип – никому никто не оформляет свои заказы. Спасибо вам тоже, Зульфья Хон. Если есть вопросы, если нет у вас вопросов, то, наверное, мы... Минуту подожду, чтобы вы, наверное, если у вас есть какие-то личные вопросы, пишите о них тоже. Я буду отвечать на них, Шафожа тоже на связи сможет отвечать. Да, поэтому... Можете задавать вопросы. У Фиохон не здесь все свои. Еще раз повторю, что у вас есть все шансы. И у каждого сейчас есть задайте вопросы, если что. Но я считаю, что никаких карт закрытых здесь нет. Здесь, наоборот, открытое пространство. И я же очень хочу, чтобы вебинары были в более большом количестве людей и более большой формат обхват всей страны. Тем самым это поможет. Вы посмотрите, вебинар, который провели элитная команда, еще раз возвращаясь к ней, охватила все регионы и все страны. И каждый из нас, чуточку, да, не чуточку, а большое количество людей помогли, они взбодриться, что ли, показали, какой пример нас ждет, какое будущее нас тоже ждет. Мы все станем национальными, драгоценными, генеральными партнерами, дай Бог. Поэтому мы должны начинать с каждой себя. Хорошо. Если Моблюда Рахматовна подключится, она тоже, наверное, завершит сегодняшний вебинар, и мы уже все отключимся потом. И так, и Русиана связи. Спасибо. 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 Спасибо.